Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня уже 23 декабря, очень-очень быстро пронесся еще один месяц. И как бы зима вроде бы у нас в Сибирском регионе и длинная, но когда Новый год проходит, мы уже считаем, что прошло ползимы. Хотелось рассказать о многих темах, поговорить на многие темы, но из-за загруженности по заказам, по рассылке заказов, времени совсем нет. И так как мне хотелось все-все летние заказы отправить до Нового года, разослать, я даже перестала снимать видео, чтобы всех заказчиков успокоить, до Нового года все выслать. Не знаю, получится или нет, но буду до самого последнего, до 31 декабря делать и рассылать. Но я хочу на одну из тем поговорить обязательно, поговорить зимой, потому что летом, эта тема очень важна, а летом, как всегда, опять времени не будет, опять отложу в долгий ящик. Конечно, про заготовку семян. Заготавливайте свои семена. Я говорю это на протяжении нескольких, многих-многих лет, хотя некоторые удивляются, что человек, который занимается продажей семян, рекомендует заготавливать свои, а не покупать. Я еще раз повторю, да, заготавливайте свои семена, и если вы покупаете в магазине или у частных коллекционеров, лучше сделать это всего один раз, для того, чтобы взять на развод, потом развести свои. И почему, я сейчас подробно объясню. Мы обычно до этого разговаривали и указывали всего два фактора. Это вот экономический, что очень выгодно с экономической точки зрения не переплачивать за эти красочные упаковки, за эти дорогие, особенно, когда берут люди у коллекционеров по 50, по 60 рублей пачку. Конечно, это очень дорого. Надо потом разводить свои. Вот экономическую составляющую мы упоминали, и то, что сохранность вот этого сорта. Все знают, что если это не гибрид, если сорт чисто линейный, то из поколения в поколение все, абсолютно все сортовые характеристики передаются. Это и цвет, и вкус, и размер, и форма куста. Ну, абсолютно все передается из поколения в поколение. И это очень важно. Так как томаты самоопыляемые, они не меняются, вот это у них. Все закреплено на генетическом уровне. В их генотипе все это заложено. И собирая свои семена, мы уже уверены, что если мы берем с бычьего сердца, то на будущий год мы вырастим точно бычье сердце, а не что-то другое. И, конечно, немаловажно, вот здесь, сюда же, к тем вот характеристикам, которые передаются, конечно, если вы будете собирать сами, вы не будете ни с больных, ни со слабых собирать. Вы выберете самый крупный, самый красивый плод, самый тот, который соответствует сортовым характеристикам. Там будут самые сильные семена, самые здоровые. Конечно, все будет самое-самое-самое. В магазине вы никогда таких не купите. Вы даже не купите таких, ни у каких коллекционеров, ни у тех людей, которые продают семена, занимаются этим. Таких даже, как у меня. Потому что, ясно, для себя вы выберете одну самую красивую помидорку, а мы берем уже не только самую красивую, но и среднюю еще. Конечно, я говорю, что мелкие, совсем мелочи я не беру, но все-таки со средних томатов мы тоже берем семена. И поэтому самые лучшие все-таки выращены своими руками и приготовленные. Потом, даже не затрагивая экономическую сторону, сейчас я расскажу еще об одном факторе, о котором мы некоторые забывают. Кто-то вообще о нем не знает. Я когда сидела в теплице и рассказывала, что можно собирать, потому что вот со своих участков, когда соберешь, то, что я своими словами говорила, теперь я более подробно вам расскажу, что вот есть еще у нас, короче, первое это генетика, где закреплено вот в их генотипе все эти свойства, а еще есть такое понятие, как эпигенетика. Я никогда этим словом не пользуюсь, потому что оно, ну, научное, и оно не всем понятно. Эпигенетика, что это такое? Я просто говорила своими словами, что если растение у вас растет на участке, ну, пусть томат, вот, например, в данном случае, но это не только томат, у него есть свойства приобретать вот эти вот, как запоминать. Короче, следующее поколение помнит, в каких условиях выращивалось вот это вот материнское растение. Чтобы вам понять проще, я расскажу, что, помните, рассказывала про томат Фиделио, как селекционеры сибирского сада вывели этот сорт. Первоначально они взяли, с кубы привезли томат, который устойчив к повышенным температурам, который имеет свойство завязываться, хорошая завязываемость в жару, ну, который к жаре очень так хорошо относится, и начали его на протяжении нескольких лет выращивать, испытывать в сибирском регионе. И вот через, в результате таких многолетних испытаний, этот сорт, который был кубинский, который был жаростойкий, из теплых регионов, он вдобавок к материнским свойствам, которые генетически были закреплены, вот у него на генном уровне, он начал приобретать вот эти свойства, устойчивость к нашим похолоданиям, к сибирскому климату, ко всему, к этому составу почвы, и получается совершенно новый томат, который в себе соединяет материнские качества, качества, это вот, которая генетика, и уже приобретенные, вот эти, которые эпигенетика, вот про что я и говорю. И вот смотрите, когда мы берем один раз где-то, покупаем там у частного лица или в магазине, высаживаем на своем участке, и вот второе, третье, четвертое, и все последующие вот эти поколения, которые будут выращиваться у вас, с ваших семян на этом участке, они вот будут накапливать эту информацию о окружающей среде, вот об этом, вот об условиях выращивания, в дополнение к тем генетическим сортовым характеристикам, которые были. И вот это, эти, именно эти томаты, или именно эти семена ваши, собственноручно заготовленные, будут давать самый большой урожай, они будут гораздо урожайнее и эффективнее тех семян, которые вы купите, этого же сорта, заметьте, но которые вы купите в магазине. Еще я хочу сказать, что они, как, не только у них, вот эту окружающая температура или что-то, они даже будут учитывать состав грунта, на котором вы его выращиваете, именно ваше вот, как, количество осадков, все вот эти условия, что томаты будут приспособлены даже к вашему составу грунта, потому что мы все знаем, что грунты у нас у всех разные, у кого-то плодородные, у кого-то бедные, у кого-то что. И вот если подвести итог, все эти три фактора, как я говорила, вот сначала экономический, потом вот этот вот, который называется, вот это генетическое соответствие, что собрав свои семена с томата, мы точно уверены, что мы получим этот же сорт, вот эти генетические, и еще вот эти, которые эпигенетика, которые, если вы будете из года в год, вот этот сорт два или три раза посеете, вы уже получите вот этот вот районированный сорт, именно подстроенный, приспособленный под условия ваши. И когда вот про Фиделио я рассказывала, я уже говорила, что вот селекционеры так делают, завозят с другой стороны, выращивают вот здесь, и получается вот такой сорт. И мы на своем участке, занимаясь вот этим из года в год выращиванием своих семян, это тоже самая селекционная работа, то есть мы томаты любые, пусть даже иностранные, американские или какие-то, мы приспосабливаем к своему климату, к своему огороду, и они у нас уже получаются районированные, именно под ваш регион, под ваш участок. Вот это, я считаю, одна из основных причин, почему нужно собирать свои семена. Я всех агитирую за то, что я уже сто раз говорила, давайте не ходите в магазин, автономно огород ведите, собирайте свои семена, и это не только томаты. Я всю жизнь, ну сейчас нет столько времени, я раньше собирала и с редиса, и с капусты, и с моркови, с огурцов, с баклажанов, но жаль, что огурцы тепличные, они гибридные, с них семена невозможно собрать, и то я собирала с них семена, но это очень долго, полгода надо держать огурец, чтобы он лежал, он же не желтеет, он не стареет. Вот у меня лежат, нынче не делала, до января вот эти зазули укладываю, только в январе они немножко желтеют, и я тогда получаю с них. И семена все-таки можно собрать, они потому что семена же не крупные у гибридов, у огурцов, совсем-совсем маленькие, тоненькие, как бы не жизнеспособные, но полежав полгода на полке в кухне, они дают тоже потомство. Но это все надо испытывать, конечно. Вот из баклажанов, из всего, из всего я делала семена, и поверьте, а арбузы, дыни, это даже безоговорочно, тоже семена свои, поверьте, самый большой урожай, самые вкусные, самые крупные плоды получаются с семян, заготовленных собственноручно. Некоторые до сих пор не хотят возиться с семенами, я вот осенью показывала, кому-то кажется сложно, но попробовав один-два раза, вы поймете, что процедура эта простая, просто нужно за ними следить, не пропустить вот эту фазу ферментации, когда они изображивают, чтобы они не проросли, и все будет нормально, всему можно научиться. Потратьте немного времени, и когда вы будете обладать такими крупными, толстыми, своими жестиспособными семенами, да еще, в которых будут заложены условия вашего участка, вы получите огромный урожай. Я посчитала эту тему очень важной, потому что вот от таких вот нюансов зависит вообще весь наш урожай, результат нашего всего труда. Некоторые всю жизнь магазинные семена покупают, бьются, ничего у них не получается. Попробуйте выращивать со своих, это земля и небо, и вы увидите, что и на вашем участке может быть изобилие, но, конечно, нужно приложить и свой труд, но все равно. Своя рассада, свой грунт, свои семена, ухода, хотя бы дежурный уход и урожай не заставят долго себя ждать. Все, до свидания.